Классический коридорный шутер Игрок в одиночку штурмует немецкие укрытия, подземные лабиринты, тюрьмы и храмы с целью найти и ликвидировать крайне важных персонажей, нарушив тем самым успешный для фашистов ход войны. Игру никто не ждал, никто про нее толком вообще не слышал. Довольно трудно уследить за релизами компании, которая штампует свои проекты с какой-то поразительной скоростью, не отвлекаясь на громкий пиар и прочую чепуху, которой зачем-то уделяют слишком много внимания прочие разработчики. Одной лишь хорошей технологии для успеха, конечно, маловато. Однако сейчас вообще откровений ждать не приходится. Самые громкие релизы позади. В жанре шутер от первого лица и вовсе кризис. Ну, в том смысле, что крайнец. Да, тот самый. Требовательным геймерам с 30-летним стажем теперь уже все не в кайф. Прорывы подавай еженедельно по пятницу. Ну, это тоже позиция. Operation Thunderstorm просто не для них. Рядовым же игрокам пострелять самое оно. Особенно любителям шутеров о военной эпохе в лучших традициях Ольфенштейна. Мрачных и динамичных. Отберите уфир в пресловутое ускорение и представьте себе аналогичный геймплей в антураже Второй мировой. Вот это оно и есть. Искусственный интеллект, конечно, не так блистательный. А сюжетная кампания не столь эффектна. Но зато уровни крайне разнообразны. Оружия более чем достаточно. Пули охотно бьют в сквозную, складывая одним выстрелом на пол всех врагов, что в рядок протискиваются по коридору. Короткое. Как раз на пару вечеров игра из категории «прошел и забыл». Для разрядки как нельзя кстати. Ну, на случай, если турка и очередной Rainbow Six в этом месяце оказалось мало. Продолжение следует...